Амур 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 С корабля на бал. С чем занимался? Да, да, да. Пограничный. Ну все, ребята, насаживаемся все. Никак там можно было убрать и сел быстренько. Убирай давай вещи, поставь, чтобы после уроков сразу встречали. Пограничный. Ну все, ребята, насаживаемся все. Вот так, наверное, Юрий Васильевич, прежде всего, выездить. Юрий Васильевич уже свой человек. Те, кто присутствуют у нас, наши гости ветераны, это тоже свои люди. Я рада приветствовать вас в нашем музее пограничной славы. В течение нескольких лет наш музей является одним из лучших в крае. Вот это знамя, это переходящее знамя, которое облачается лучшим 14 музеям края. Поэтому мы стараемся сохранять пограничные традиции. Я волнуюсь тоже перед ним. Вот. И сегодня хотелось бы нашу встречу начать с песни пограничной. Таким музыкантным приветом для вас и для всех пограничников, которые присутствуют. Это наш вокальный ансамбль. Каждый год 9 мая, 28 мая мы выступаем. Вот такая визитка еще в нашем музее. ПЕСНЯ Вам редко приходится в праздничный час спечатать шаги на парадах. Ну что ж, обойдутся парады без вас, зато на границе порядок. И вновь пограничная служба идет, и вновь на приказ отвечаете здесь. Далеко, далеко отсюда ваш дом, и все-таки он начинается здесь. ПЕСНЯ Не каждый по внешнему виду герой, обычные люди простые. Но в мирные дни вам вручает порой страна ордена боевые. И вновь пограничная служба идет, и вновь на приказ отвечаете здесь. Далеко, далеко отсюда ваш дом, и все-таки он начинается здесь. ПЕСНЯ А трудно бывает, так это не в счет, привыкли к зною и к стуже. Непрошенный гость ни за что не пройдет, пока на границе все служат. И вновь пограничная служба идет, и вновь на приказ отвечаете здесь. Далеко, далеко отсюда ваш дом, и все-таки он начинается здесь. Далеко, далеко отсюда ваш дом, и все-таки он начинается здесь. И вновь пограничная служба идет, и вновь на приказ отвечаете здесь. Далеко, далеко отсюда ваш дом, и все-таки он начинается здесь. И все-таки он начинается здесь. И все-таки он начинается здесь. Красноярск не случайно называют запасным пограничным облаком. Я немножко углублюсь в историю, наверное, да, чтобы ребята здесь, ребята не только из нашей школы, ребята из других школ соседних, которые, может быть, немножко не знают о том, что в 60-е годы здесь начинается строительство крупнейшего гиганта цветной металлургии Красноярского алюминиевого завода. И вот на карте, который у нас мы видим, показывалось стрелочками пограничное округа, откуда приехали пограничники строить Красноярский алюминиевый завод. И с тех пор Красноярск считается запасным пограничным округом. Я права, Ильина Кентьевич? Да. И до сегодняшнего дня. И хорошо, что возродилась традиция, когда вдоль границы проходящая эстафета заходила к нам в город Красноярск. Вот буквально два года назад, когда эстафета была у нас в городе, да, наш ученик Калинин Андрей от имени молодого поколения приветствовал пограничников. Я хочу сказать, что мы стараемся сохранить пограничные традиции. Одна из экспозиций нашего музея посвящена событиям на острове Даманске. Готовясь к этой встрече, мы провели уроки мужества во всех классах. Вот те ребята, которые были, они все на этих концертах, все рассказали о Даманске, показали фильмы, которые есть у меня. И, в общем-то, хотелось бы, чтобы сегодняшняя встреча, она, наверное, прошла в отформленные вопросы, в ответы, вы обратились такими-то словами. Но для того, чтобы напомнить, Юля, включи, пожалуйста, чтобы напомнить все, что произошло на Даманском, у нас вот присутствует, я для Васильевича говорю, Владимир Николаевич, это совместитель начальника военкоманда Советского Центрального района. А в то время он работал у нас преподавать в ОВЖ. Мы с ним очень много работали. Вот этот большой клип такой на песню о Даманском, мы как раз с ним делали мероприятие в городе, посвященному событиям на Даманском. Ребята просто немножко вспомнят историю, а потом уже перейдем к такому общению. Юлия Адаманский, включи, пожалуйста. Я уже говорила ребятам, что там хроника, и там фотографии сделаны как ветеранами пограничниками, такими пограничниками, ребятами нашими, которые были на Дальнем Востоке в составе делегаций пограничников. На Уссури под солнцем тает лед, Весна смешала золотые краски, но кто, скажите, кто же нам вернет? Ребят, погибших на Даманском, земля рванулась, подалась вперед, и громом тишина накрыла сверху. На снег упал пятидесятый год, Навек оставшись в списках на поверке, На снег упал пятидесятый год, Навек оставшись в списках на поверке, На снег упал пятидесятый год, Навек оставшись на поверке. Опять кладут на постамент цветы, Звучат слова о подвиге гражданском, Но не вернут наградные листы. Ребят, погибших на Даманском, Из них тогда не отступил никто. Простите, парни, вы меня за то, Что в этот час я не был с вами. Из них тогда не отступил никто, Звенело солнце медными лучами, Простите, парни, вы меня за то, Что в этот час я не был с вами. Я думаю, будет правильно, Если мы начнем нашу встречу с минуты молчания И почтим память всех пограничников И солдат советской армии, Которые погибли в боях на Даманском. Проверить в боях на Даманском. Смотрите, что в этот раз мы все начали. Отром, горячем в боях на Даманском. Взбук. Аминь. Взбук. 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 садитесь погибших пятеро наших земляков, пятеро пограничников, два солдата и действующая армия, которые сложили свои головы на донансе. Вот мы уже говорили о том, что давайте сегодня в такой форме ответов на вопросы, да, Юлия Васильевича? Хотите, может быть, если косово обратиться к ребятам? Ну, я думаю, что это мы сделаем в конце, потому что, когда я проводила уроки, то возникали у ребят вопросы. И вот один из вопросов, наверное, я так озвучу, насколько серьезным вот этот был конфликт, потому что есть мнение, я об этом читала, и ребята задавали вопросы, что если бы события разведулись по другому сценарию, возможно было начало и Третьей мировой войны. Или это ошибочное мнение? Ну, мы уже ответили на вопрос Совет. Действительно, было такое мнение, а реальные угрозы начало развязанной Третьей мировой войны. Но это было никому не нужно, мировая общественность встала. Меня слышат, да? Я встал в том, чтобы... Встал в том, что мировая общественность многих стран, большинство стран, встали, значит, в защиту того, чтобы это дело надо прекратить. Значит, не поддержали действия, провокационные действия китайского народа республики, его руководство, в том деле, Крихи Малоза-Донова. И начались переговоры, мирные переговоры, переговоры про демаркацию границы, которые продлились более 20 лет. И по истечению только этого срока удалось достичь соглашения о равноправном оценке прохождения линии государственной границы, безамбициозное, безтельзовозное ее состояние, которое устроило обе стороны. И таким образом он конфликт был исчерпан, можно сказать. Сегодня мы строим, считаем, отношения на основе мира, дружбы, взаимные выгоды, добрососедских отношений, в торговле, политике, в спорте, в экономике и так далее. И надеемся, что эти взаимоотношения будут развиваться только в положительную сторону. Ну и тем самым, естественно, ждет всякая угроза, какая-либо угроза вновь развязывания вспышек конфликтных ситуаций, которым мы позволили быть на грани боевых действий. Потому что две муравлии великие, большие, самые большие державы – Россия, тогда Советский Союз, сегодня Россия и Китайская домовная республика, оснащенные самыми современными видами вооружений, техники, развивающиеся интенсивно. Нельзя, чтобы они конфликтовали между собой, чтобы они бедно жили. Мы, к тому же, все делаем все для этого. И они, на мой взгляд, поступают таким же мусором. Так что можем жить спокойно. То есть новых столкновений с Китаем будем надеяться, что больше… Будем надеяться. Будем не только надеяться, но и поступать и действовать так, чтобы все было хорошо. Но это предстоит вам больше всего делать. Мы-то уже что-то сделали и то, и другое, приложили свое усилие. А вот вы, когда закончите, что вы в школе, вы пойдете, закончите с созданием китайского языка, поедете в Китай работать, сотрудничаете с ними, будете развивать это сотрудничество. От вас будет зависеть то, о чем мы вам сейчас сказали. Так, да я что хотел сказать, Илья Васильевич, будем говорить тут уже на протяжении… Ты писаешь, что ты стоишь? Ну, как беседы будем, тем более здесь помещение очень маленькое. Давлечь ситуация, а? Чтобы не давлел? Да, 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 да. Вот сейчас у нас состоялась такая большая, очень большая встреча, надо сказать, с участием генерала-лейтенанта, начальников Федеральной службы безопасности. И вот мы более двух часов, более двух часов с сотрудниками, которые имеют высшее образование, подготовленные, но такой проявили интерес в этой структуре, к этим событиям. Мы бы хотели, чтобы вот со стороны ребят тоже бы, тем более Илья Васильевич правильно сказал, что будут в будущем это решать вам и экономически, политически, военно и все остальное. Поэтому, ребята, задавайте вопросы. Не стесняйтесь. Проходили 20 лет переговоры и комиссия, специалисты разного рода смотрели, значит, что где правильно, где неправильно. Ведь там 1800, там 1600 кунгунские и всякие там шанхайские и прочие были соглашения, которые не отвечали на вопросы, справедливо ли проведена государственная граница или несправедливая. Когда-то Китай был, ну, молодой державой. В 49-м году создали, вы знаете, Китайскую Народную Республику, освободили от комендана, комендантских войск, превратили в междуусобицу и образовалась большая Китайская Народная Республика, но отсталая и оградная, там, низкая оградная и так далее. И мы стали им помогать, как ближайшим братьям, соседям. Монзуну, в то время, значит, лидер компарта Китая, всячески поддерживал настроение на то, что с русскими мы братья и песни тогда пели, и дорога дружбы была, значит, Пекин, Москва и так далее. И мы закупали у них много чего они производили, хотя не лучшего качества, но мы им все равно помогали, значит, вот в установлении экономических своих связей и так далее. И думали мы, что это вот действительно братья навеки. А когда, значит, они немножко повзрослели, окрепли, они стали задумываться, ну, а почему вот государственная граница, значит, вот этот остров Даманский, вот это их территория, а вот тут наша территория, а граница вот здесь проходит. Вся река наша, а им хочется искупаться, рыбку половить, там, значит, и все, ну, на одном острове я пример-то беру. А Элла Дозров, значит, ну, как бы ни туда, ни сюда, мы на него не претендуем, там не работали, не косили, не сели, не пахали, ничего не делали. Вот. И они вроде бы ничего не делали, а все равно, вот он близко к ним, они говорят, ну, он же должен быть тогда наш, если мы по-честному проведем линию государственную границу посередине реки. Ну, или хотя бы по фарватеру. Это две большие разницы, но, тем не менее, на принципе, проведение границы по водным акваториям. Но мы не хотели этого делать почему-то, никто не шел, чтобы серьезно сесть, поговорить, что-то там договор подписать и пойти и переместить границу. И нам, по крайней мере, теперь граница проходит здесь, охранять ее здесь, а в Китае тут занимается своими делами. И вот это все, значит, такое невежество, такая недриновидность, такая, значит, какая-то, значит, недорожелудная политика и с нашей стороны в том числе. Давайте будем честными в этом случае. Нельзя там на вранье строить, значит, устраивать свою победу там или свои какие-то там дела взаимоотношельствовать. Так никогда не пойдет, так никогда мирной жизни не будет. А вот когда это будет все честно, добросовестно, по-братски, по-соседски, тогда и претензий не будет, тогда мы все праздники будем проводить вместе. А китайцы говорят, все, ну, и вышли они, дайте нам наши территории. Они, правда, вот на фоне таких вот островов, таких небольших территорий, на которые они реально претендовали и реально они их получили после, значит, демаркации этой, а они сказали, ну, наши территории до Урала уже. У кого-то, значит, аппетитом разыгрались, будем сказать, военных акул. Вот из Барникова, такого островка, значит, уже выросла проблема мирового масштаба. И границу они выпустили учебники, карты географические, политические, где граница проходила за Уралом, там, Свердловцы захватывали и так далее. Вот кто в то время как-то соприкасался, это все шокировало, не только Советский Союз, но и мировое общество. Ну, как бы у нас есть устоявшийся там вроде бы географический атлас. На нем так пока, да, у китайцев, все будут смеемся, шутим, в общем-то, скоро китайцы сделают свой глобус и будет мерить границы по глобусу. Ну и вот, значит, поэтому комиссии подошли взвешенно на основании договоров, документов реальных, которые были на тот момент подписаны, посмотрели их истинную суть, эти документы, и где-то уступили, где-то нам китайцы уступили, и мы вышли на ту линию, которая всех нас устроила. Таким образом мы сняли все противоречия, связанные с линией государственной границы и с территориальным протязанием, который был до Уралом. И Даманский отошел к Китаю? Таким образом Даманский отошел, и не только Даманский, 200, по моим данным, 220 островов ушло, вот таких. Но эти острова, это плавающие острова, летучие острова, это не такие вот Тарабаров, там большие острова, которые давали века местные. Эти острова, ну, они, например, так, значит, река Уссурии, наводнение, поднялся там шума всякая, значит, век, хлам, прочее, прочее, поплыл по реке и где-то зацепился за какую-то корягу, или дерево растет, или что, зацепился. Вокруг обрастает со временем всякими, значит, отходами, плавучими веществами, значит, и где-то сур, сур, прочее, птицы, утки, там гуси перелетные, и образуется болотистая, такая, значит, ну, я не знаю, почва, так бы, ну. И в виде островка все это дело. Он обрастает, и по истечению определенного времени он становится определенных размеров. В одной месте больше, в другую месте, в другую меньше все. Но стоит паводку подняться выше той линии, которая образовала этот остров своим уровнем подъема воды, то этот остров поднимется, ему держаться будет не за что, дерево уже стоит на него не опоры, и остров уплывет, и острова не будет этого, Даманского или не Даманского, или не другого. Поэтому это все относительно острова. Поэтому мы и говорим, что территориальной своей, как глобальной территории, мы не отдали никакой, никому не уступили, территория стала за нами. А вот такие нет, и острова плавающие, мы вынуждены дать. Но это было и правильно, потому что за временем и граница, и река делала там, значит, повороты разные, и глубина менялась, форматер менялся и так далее. Но лучше всего, когда, потому что на этих реках границы должно прогреть посередине. И куда бы река ни, куда бы ни веряла, границы всегда посередине будут. И тогда не будет необходимости часто проводить работу по делимитации, демаркации границей. Исчерпный вопрос. Спасибо. Еще раз можно? Пожалуйста, пожалуйста. Считаете ли вы правильным приказ советского руководства о том, чтобы регулярные части армейские не вступали в этот конфликт долгое время, а только силы по ограничению, чтобы не разросся конфликт? Правильно вы считаете этот приказ или нет? Это был не приказ, это была и есть такая линия поведения и установка международного характера, которая определяет, что если в бой вступают регулярные войска государства, то это уже без объявления начинается война. Так сказать, необъявленная война, но боевые действия ведутся полумасштабно, льется кровь и остановить это уже очень трудно. А когда воюют пограничники, это называется пограничный конфликт местного значения, тактического, который разводит правительство, прекратить огонь. Пограничники сразу раз, на замок в винтовке, и все, те и другие стороны. И начинается разбор полетов. Извинились, пожали другую руку и закончили. Потому что разные провокации бывают. Вот, помните, ну вы не помните, а мы вспомним историю. Ведь когда перед нападением фашистов наше руководство всячески пыталось, значит, приостановить военный конфликт, военные действия в отношении Советского Союза. И даже скрипять сердцем подписывало договоры с Германией, там, с другими, и нарушали договоры, и обманывали эти договоры, все. Это такая игра шла, значит. И, тем не менее, война началась. В этом случае, если договор подписан, то мы должны его придерживаться в буквы и закона, и слово, и содержание. Поэтому мы считаем, что всему этому должно быть единое международное право. Такое право, кстати, не существует. Существует международное право в водной экватории, там, как себя нужно вести на морях, океанах. Существует право в воздушном пространстве, там, где трудно провести границу. Как ее там начертать? Существует как должны сюда, воздушное, космическое пространство и так далее. Вот и существует и право такое, значит, на территории. Как должны вести себя в том или иной обстановке вооруженные люди? То ли пограничники, то ли артиллеристы, то ли танкисты и так далее. И когда мы вырабатывали свою тактику поведения, то основывались на том, что если вдруг грянет бой, пограничники, первые 30 минут, там, или 40 минут, там, по-разному, все, они вот стоят, стоят. И мы смотрим в это время, идет оценка, идет обмен, но там и обмен, там, переговорный процесс начинается идти, значит, заявления поступают всякие разные, все. И если в этот момент не достигнута договоренность о мире, о прекращении огня, тогда, значит, уже вводится в бой, основные силы вооруженных сил, основные части подразделения. Вот у нас так и случилось, мы убили, но мы долгое время не говорили, пытались скрывать это, потому что мы не хотели, чтобы был создан прецедент, и даже хотя бы вот это, она неправда во благо, как, какое-то есть такое выражение, значит, чтобы мы не говорили, что у нас там помогают армейцы, что они тоже участвуют в действии, танки, значит, минометы, разведподразделения, значит, личный состав и так далее. Для того, чтобы не началась вот эта третья мировая война, которую мы с первого вопроса начали. И мы успешно, как бы, справились с этим, погранички выстрелили, мы никому ничего не говорили, даже то, что есть пятый герой Советского Союза, присвоено, это звание было, сержату Орехову, пулеметчику, армейцу, долгие годы уволчивалось, был закрытым указом, хотя в то же самое время, но закрытым указом. А про нас написали в газетах, а про Орехов никто ничего не написал. И никто ничего не говорил, и нам сказали, вы молчите, все, если кто знал об этом. А потом уже через там 20-30, стали говорить о том, что да, там был еще парень, вот такой, сейчас его фотографии везде есть, не знаю, есть ли у вас или нет, был сержант Орехов, пулеметчик, армеец, который погиб, прикрывая свои расселения, хочет огнем своего пулемета. Вот такие дела. Игорь Васильевич, а вот ребята часто задавали вопрос, когда вы проводили, я это немножко заберем, вы участвовали в, которая 2-го числа был бой, а 15-го там же 2-го было, вот таких вот боев? Ну, это мы делим, да, 2-го, 5-го, наиболее сильные были, наиболее масштабные, когда, значит, 2-го марта застав, сошлось в одном месте, и примерно в масштабе батареона со стороны китайцев была, значит, войска Даглана, они тоже были не пограничники, а специально подготовленная группа была. Они год, китайцы готовили эту провокацию, выбирали место, специально готовили людей, выбирали, значит, там тренировали и ждали момент, когда он будет начать провокацию, вот. А мы вот ее отражали. А 15-го марта, значит, это уже переговоры, что-то там манипулировали, но не находили решение проблемы, разрешение его бесконфлида. И вот опять китайцы решили показать свою силу, если вы будете отдать, мы выяснили. Но мы тоже подготовились, и у них ничего не получилось. Когда наши грады, винометы там пострелили немножко туда, куда надо, значит, по их позициям, то они сказали, ребята, спасибо, остановитесь, больше мы не будем, и давайте будем мириться. Ну, так образом выражаясь. И все, сейчас, наверное, живем. И наш бронепоезд стоит на запасной бутылке. Так. Вот еще такой вопрос ребята задают. Во время провокации, значит, переходили в рукопашную, как наша физическая подготовка соответствовала уровню? Поддавали китайцев? Так, значит, тут вопрос очень интересный. Наша физическая подготовка соответствовала уровню чего? Китайского? Нет, ну, конечно, что мы могли, могли мы их преодолеть в силовом противоборстве. Это видели? Да, да, нет. Ребята, взяли. Понятно. И всегда было. Нас было 5 человек, а их 25, все равно была победа за нами. То есть? Нас было 100 человек, а их было 1000. Победа была за нами. Вот на Киркинском острове я был в 68-м году, рукопашные бои вели. Ирус Ильич, можно присутствует участник голландских событий, Александр Парнищев, он тоже как раз в маневренной группе, в группе Яншина находился вместе с вами, там, со школы сиранского состава. О, пусть расскажут, а я отдохну. Ну, расскажите. Ну, расскажи, расскажи. Дудем мне работать. А то. Ну, что-то, вот, насчет вот этого вопроса, рукопашные вот эти бои. На Киркинском, там, вот, это было в начале 60-х, да, в начале 68-го года. Я, правда, туда еще не попал, но в осенью 68-го года мы приехали на заставу, первую, сейчас вот, имени Леонова. Там на заставе уже было заготовлено березовые, типа, кольев или дубин. Сагати, даже. Орлов, бля, скажи. И это, китайцы тоже, они всегда готовились к этому делу. У них и лобики были, и пешни были, и прочее, прочее, чтобы вот что-то где-то, как-то кого-то вот побить. Хотя всегда пограничников было на заставе. Ну, не больше 50 человек, но опять же, половина где-то службу несет, половина где-то еще что-то. Ну, там человек 15-20 выезжали заставских, сдерживали по 200-300 человек. И когда они что-то начинали подпринимать, что-то начинали подпринимать, какие-то действия. Вот у нас со мной служил, я с ним вместе служил, он немножко пораньше был призван, Илья Кобец из Кураминского района. Это в начале, ну, это весной 68-го года, когда китайцы захватили нашего офицера и хотели увезти, он из автомата по колесам выстрелил, освободили, ну, красноярец Илья Кобец. Ну, из Кураминского района Красноярского края. Жив-здоров. Вот он сразу же, за это действие получил медаль за отличие охранника государственной границы. Спас нашего офицера. Он единственный был из какого-то промежутка времени, единственный был, который награжден был этой медалью. У нас в отряде был стенд, вот кто награжден был, когда какими этими наградами. Он единственный был. Так что наши ребята стояли, как так положено. Никогда себя в обиду не давали. И впоследствии, а уже вот когда 2 марта Илья Васильевич говорит, что вот началось там, провокация, они приготовились, они готовились много времени. Потом вот 15 марта, все, разведка доложила, что собираются, собираются на те переговоры, которые наши руководители вели, они не поддаются. Ночью мы выехали с 14 на 15, точно встретили, в 6-7 часов уже начали переправляться со своего берега на наш, не на наш, а на остров. Ну а тут уже наши разведка и прочее, прочее, заметили их, и тут уже маневровая группа, вот во главе у нас был подполковник Яншин Евгений Иванович, команду отдал, встретили как положено. Все, спасибо, совесть. Самбо лучше, чем кунг-фу, да? Ну да. А вы, наверное, не будете? Да, да. Вот вы, наверное, не пробуете? Вообще, мы смотрели фильмы, там говорилось о том, что вот бой, который был про второе число, что не было боев даже в истории Второй мировой войны, то есть только вот, ну, 30 там человек было, да? Ну, по соотношению, по количеству людей. Да, по соотношению, да, вот такой вот уникальность этого боя в том, что вот стояли, выстояли, победили, все равно не отдали свою землю. Так что в истории даже вот... Пожалуйста, вопросы, ребята. А можно спросить? Давайте. А вот как сложилась ваша дальнейшая жизнь? Как сложилась дальнейшая жизнь? Моя? Да. Живой. Ну, это вопрос очень такой... Вот здесь книжка есть в музее, Юрий Васильевич, вот есть книжка здесь в музее, видели все эту книгу, Герои Доманского? Ну, не все, но кто был тогда. Ну, кто был, то здесь подробно о Юрии Васильевне ответят на ваш вопрос. Вот в этой книге. Ну, я отвечу, все равно, я уваживаю человека, мы для этого забрали сегодня, значит, я, так сказать, тезис-то, телеграф-то, меня уговорили остаться, на кадровую службу, уговорили его, не сам, а уговорили. Уговорили, я остался, не жалею об этом сегодня. Я закончил экстерном, дал за командное пограничное училище, бабушечка, там, значит, учился, экстерном узнавал, значит, потом я закончил академию имени Владимира Ильича Лейна политическую в Москве, потом служил некоторое время, значит, в Заполярье, в Ленинградской области, был замначальника заставы по политчасти два года, значит, с трем комитета комсомола, курсовым офицером, помощником, начальником политодела в комсомольской работе у Александровича Константинов, который с нами воевал на доманском. И его перевели, когда в Галинске училища, он меня взял себе помощником. Я уже получил звездочку, стал старшим лейтенантом, значит, провел конференцию комсомольскую свою первую в жизни, доклад прочитал, там написал ее и так далее, там, и меня отпустили учиться в Академию Лейна. Я, значит, в 73-м году поступил, и в 77-м году я закончил Академию, направили меня в Ленинград, я сначала работал на комсомольской работе, округом уже комсомольским руководил, у меня взаимодействовал с областями Архангельская, Мурбанская, Карелия, Ленинград, значит, и Эстония. Вот такой кусок, значит, который, это только в преградичной области, а если еще взять тыловые, там, Схомская, там, Московская и прочее, вообще, Бугунова работал, и интересно работать. Я целый год терпел, работал, вот, а потом меня назначили начальником политоотдела вдовь образованного 5-го пограничного отряда. Он, хотя и старый пограничный отряд, он еще был создан до войны, и в 39-м году он, значит, участвовал в боевых действиях по передвижению линий государственной границы с финнами, наши бойцы, ну, это было несправедливое, но, тем не менее, необходимое, значит, действие военное, потому что уж больно рядом по реке Сестре, в каких-то там 50 километрах, 50, не 50, а 50 километрах, значит, проходила линия границы от колумбели революции города Героя Ленинграда. И финны там тогда недружелюбно относились там. Но было принято накануне войны, в 39-м году, решение отодвинуть немножко финнов, чтобы они, значит, не портили жизнь. И нашему отряду, этому бойцам 5-го, с 30-го пограничного отряда, которым командовал майор Андреев, он потом во время войны, проявил себя и прочее, из-за конки службы, генерал-полковником, героем Советского Союза. Я с ним встречался. Вот и приятного года. Ребята выполнили задачу, ночью всех финнов, кого надо, поколотили и отодвинули границу. Установили границу там, где она вот сейчас проходит. Вот. И вроде бы как процесс был, ну, задачи решены, процесс протекал уже милым путем. Но в 41-й год война, финны оказались на территории на стороне Германии. И полыхала война у нас и на севере, и на юге, и на западе, и даже на востоке были. Значит, я там в этом отряде 4 года поруководил политоотделом. Установили отряд, ему присвоили призвание Андропова, именной стал пограничный ряд. Задача – прикрытие города Герой Ленинграда. Его весь участок был. Вот если Ленинград здесь, то вот так по Финскому заливу и прикрывал город Ленинград. Гранича с Выборгским пограничным отрядом. И на Устарва, Эстония. А кто 105-й был, 107-й пограничный отряд Тарлинский. После этого я был переведен в Ленинград заместителем начальника политоотдела. Повышали меня. Я уже имел образование политической военной академии. Значит, я два года там был замом. Потом меня переносили, значит, переместили в Москву начальником первого отдела политического управления. А это аминезонно-партийный отдел, самый забойный, начальник штаба политоуправления. И у меня в подчинении оказался Александр Ильич Константинов. Он был начальником инспекторского отделения. И он говорит, ну, я там собирал все документы, все через меня, все обобщал, там планировал, командировки там, значит, расстасовывал и так далее. И он говорит, у меня был капитан Пермарда, зам мой, Марк Альярдгер Михайлович, а они с ним друзья там, среди 12 молодых ребён, в одном кабинете сидели. Значит, и вот он говорит, я под флагами этого зелёного пацана не служил служить не воду. А мой зам говорит ему, Саша, ну, что ты, мы кабинемся? Ты же, мы же не воспитал какого-то парня, значит. Ты гордиться должен, а ты, вот он, и вот подумал, подумал, действительно, он как бы взял свои слова назад. У нас сложились хорошо с ним отношения. Я его очень уважаю. Я всегда, когда мы с ним удаётся, что он, значит, ну, там где-то вместе встречаться, я говорю, это звезда принадлежит Александр Митча. А он действительно заслуживает этого. Вот действительно, я искренне говорю, что он там сделал, если в сравнении с другими офицерами, он гораздо больше с них. Он такой пример подавал солдатам. Он с нами ходил вот так, вот он китайцам. Значит, после боли раненых битанских участвовал в 7 мероприятиях, нас в разведку отправлял, ссылки там, встречал, как бы там всё. Короче говоря, отец родной, и боевой вот такой вот. Он 17 лет служил, он участвовал в войне с японцами, и отец у него пограничный, значит, он был в жизни. И вот после того, как мы там поработали пару лет, меня начали свадать то в одно место, в другое место, чтобы там войска опять вернулся. А я всё, значит, не хотел, говорю, у меня не хватает грамотюшки. Ну и в конце концов Виталий Вич Бубенин закончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. Вот. А что ты хочешь? Я, вот, мы так ведь закончил Академию вообще, и я хочу так же поучиться. Ну ладно, хорошо, и меня отпустили. Я два года, значит, в Москве очень учился в Академии общественных наук. В 88-м году меня могли выгнать, но потом оставили, ну, отозвали и отправили в Киев после Чернобыля. Вот. Ну, выглядит, там была история такая, что она, как сказать, не потому что я плохо себя вёл там, потому что, нет, бюрократические проволочки бывают так, что они не в нашу почту складываются. Ну, всё обошлось как бы хорошо. Вот. И меня назвали с Академией, но разрешили мне с этим курсом потом сдать государственные экзамены. Я сдал государственные экзамены, правда, мне не удалось кандидатскую защитить, хотя я уже сдал кандидатский милиниум, написал, значит, работу кандидатскую. Она прошла, значит, аттестацию, была включена там, даже рекомендовано было продолжить как докторскую диссертацию. Ну, к сожалению, значит, не получилось. И меня отправили в Киев. И там я завис аж на целых 10 лет. А потом развал, потом в Киеве сказали, русские нужны, и меня из Украины выдворили. Вернулся я на родину, как в песне поётся, а там сады цветут, а места нам больше и нет. Уже все портфели разобраны, все должности заняты. Ну, ладно, давайте на пенсии. Я с 46 лет аж нахожусь на пенсии. Два военных, два высших образования, опыт работы, здоровье. Ну, благо, вот, востребовалось, что друзья, товарищи, вот, пионеры и школьники, вернёмся к прошлому. Ну, поддерживают, поддерживают, приношают, встречаются. Я, конечно, работал, я не тушу, бросил, ничего не делал. Я работал. Я на пенсию уже ушёл в 2004 году. Уже всё невозможно стало. Уже ушло новое поколение, руководителей, менеджеров, как это называют и прочее. Они уже не брали, говорят, вы уже все старые, не умеете ничего, компьютеры не знаете языков иностранных, не знаете. Они не понимали, что мы, офицеры, знаем по нескольку языков иностранных. Русский, украинский, матерный, командирский. То есть, не командование, как вот теми, кто осталось. Даже многого стоит, потому что принять решение, взять на себя ответственность, это очень такие, наверное, ну, не радость. Вот вы представьте молодых ребят, вот все здесь сидят тогда, 18-20 лет. Впервые зазвучали над духом выстрела. Увидели кровь явную и рьёв этих вот, кудвейбином, значит, агрессивную и так далее. И превосходящей силы администрации. Да, испугался и спрятался. А потом всё остальное было уже. Вышел и рассказываю. Ну, я же был молодшим сержантом. Нас же учили, я год учился на эту должность, что называется. Нас уже подготовили. Мы уже были не просто 2 марта, раз вышли. Как? В 68-м году мы в 67-м призвались. Курс молодого бойца 3 месяца, потом школу сержантского состава, значит, июль, июль, август, потом сентябрь. Кстати, вот сейчас сегодня передавали наводнение в Дальнереченске очень серьёзное, да? Видели, да, утром? Да. Так вот, мы в 67-м году, значит, в августе месяце, вот в это же время, августе первое, спасали Дальнереченск вот от такого наводнения. Продовольствие или там имущество, или людей там, и так далее, спасали. И вот опять это наводнение такое. Говорят, что было, но я больше так вот таких вот возрастового помощи не слышал, это на моём веку. Последний тогда в 77-м году. Может быть, я, наверное, далеко был, но не знаю. И вот, значит, после этого 9 месяцев в школе сержантского состава, получается, год меня учили принимать решения, командовать людьми, значит, управлять, и так далее, и тому подобное. И пойду где-то на автомате, когда начался бой, я же тоже был, как командир, чёрт нет, у меня же бойцы стоят рядом, будут бегать. Товарищ младшина, а что это такое, война начинать, что ли? А я и ответил на него, я говорю, давай стреляй пока, потом разберёмся, как у нас всегда говорят, вяжемся в бой, а потом уже разберёмся, что нет. Вот. И пойду вот так вот и поступили, что надо было ответить. Ну и ответили. Оказалось, сначала там нас пожулили, сказали, что это неправильно, команда была не поддаваться на провокации, не стрелять, вот, всех в баталашку и отвечать по законам военного времени. Ну, кого расстрелять, кого указываю камень, у кого там на висе лицо. Там решали, там как. Вот. А когда решали, говорит, доложили, я рассказываю так, я сам не знаю, не знал, когда. Докладу Брежнева, он куда-то едет там, в загранкомандировку. Леонид Ильич, вот такая-такая, значит, ситуация, вот там случилось всё. Ну, ему там коротко доложили, он говорит, ну, как там всё, как себя вели, ну, хорошо вели, ну, не то же сказать, плохо вели. Там всё, вот, отлечили, там, выливали, там, а ну, когда наши сидят, там, говорят, ну, вели. Он говорит, ну, молодцы, да, да, как-то вот, чтобы всё их там пошли, наградить всё. И нас тут же герой называли. Молодцы, герои, выучили. Ну, конечно, просто, что-то действительно был поступок геройский. А вот иногда вот за такие подчиновники, да, которые не разбираются, мы же с ребятами говорили, что ломаются... Нет, ну, главная имеется ситуация, нельзя так говорить на чиновников, потому что, главное, Юрий Васильевич сколько раз подчислил, не допустить провокацию. Не допустить, да. В чём и заключается пограничные войска. Не допустить провокации. Да, ты идёшь на границу, не на танцплощадку, идёшь защищать, поэтому, значит, не допустить провокации. На всём протяжении службы, так ведь было, до 2 марта, они и старались, и мирные стычки, и всё остальное делалось для того, чтобы не допустить провокацию. Поэтому... Вопросы? Ну, всё, вопросов больше нет, мы тогда пошли. Да. Коротко, ясно. Делов у нас полно тут. Мы же приехали сюда, не просто по школам там всё, хотя это очень важно. Я вам честно скажу, я глухаю, мне немножко тяжело это говорить. Треляли, потому что над духом, значит, оглох. И жена ещё дома кричит. Юра, вынеси мусор, Юра, принести то, где зарплата, там вот всё. все уши прожужжало. И я, честно говоря, въехал, Юрина говорит, поехали в школу, там такая школа, там такой музей, всё. Но ещё не всё, мы вас так просто не отпустили. Нет. Что, гормить будете? Можно сказать. Можно. Можно. Рассчитывал в этом... Не совсем гормить. А можно вообще? В походе... Сейчас, секунду. В походе ещё на кормёжку. Нет, Юрий. Так сейчас я закончу. А то я и так, чё попало, говорю, да ещё тут меня сбиваете. И я нехотя, честно признаться, нехотя. Мэр, а может быть, как-то там удрать со школы как-то после уроков. А у меня друг такой принципиальный. Нет, я сказал, так будет, всё. Ну и привёз меня сюда, закрывал в наручники. Вот. И... А я главную задачу должен выполнить. Меня друзья боевые попросили в Москве, значит, и здесь, товарищи. Но у нас же 18-го числа выборы. А претендентов огромное количество. И среди них один из готовящих людей, который с нами вместе воевал на Даманском. Я уже ребятам говорила. Пётр Иванович Пивашков. И вот мы с ним встретились, обговорили все вопросы, прочее. Он молодец теперь. Я говорю, ты опять как в бою на передних рубежах идёшь там, знаете, бороться. Тысяча претендентов. Тысяча задуманных. На 52 места. На 52 мандата разных уровней. Тысяча человек. Там рубка идёт, не на жизнь, а на смерть. Ну, в общем-то, это демократия так рождается, так строится демократия. Кто-то хочет как бы принести своё знание, опыт, какие-то ещё там навыки на пользу народу. Руководить там законодательными функциями и процессами. Кто-то там в другом месте. И вот мы сравниваем в этом случае. А кто способен это сделать? Или молодой человек, который ещё не понюхал по руку, как военный выражается. Или тот, который прошёл уже определённый жизненный путь и знает, где собака зарыта, как если бороться и что сойдёт. Я считаю, что в данном случае у Петра Ивановича больше приоритет победить и получить доверие избирателей, нежели у Горостаева или у Серебрякова или у кого-то ещё, у Бабанского. Поэтому придёте домой. Смотрите, был Бабанский генерал. Приказал голосовать только за Пивашкова, хорошо? А я приеду следующий раз проверить. Дневики у нас приедут, проверю. Там, значит, вторую обувь и всё со мной. Если не проголосуют. А если проголосуют, я тогда не приеду. У нас в прошлом году мы были на День пограничка. Фотографию под вами как раз с Петром Ивановичем наш ансамбль фотографировал. О, да вы его знаете. Конечно, вон фотография. Значит, нам надо сделать снимок с ребятами. И плюс, я знаю, ещё выполнить одно поручение, чтобы на память осталось. И там приготовили свёрток такой посадить. Короче, у нас присутствует Ирина Михайловна Грибалева. Назовите правильную должность. А мы сегодня были. Это тоже наш друг. А, были, да? Да, что она. Длинное очень название. Я у вас, ребята, здравствуйте. Ни первый, ни второй раз. Я очень люблю вашу школу. Люблю очень встречаться с вами. Я представляю Красноярское региональное отделение общероссийской организации семей погибших защитников Отечества. Вот. Я защищаю и представляю интересы мам, вдов, детей, тех, чьи близкие погибли в Афганистане, на Северном Кавказе. Сама я тоже вдова офицера. Мой муж вот. Вот. Китель висит. Портрет его. Китель его. Он погиб в Афганистане в 81-м году. Офицер, капитан ФСБ. И вот немножко хочу сказать о пограничной службе. Войска пограничные, они относились к КГБ. Да? Тоже. Сейчас не знаю как. Сейчас не знаю как. Сейчас не знаю как. Да. Но каждого пограничника, за каждого пограничника, кто шел служить пограничную службу, отвечал сотрудник КГБ. ФСБ сегодня. Да? И вот мой муж также отвечал за тех ребят, которые уходили служить в армию в погранвойска от железной дороги. Он работал в транспортном отделе. И у него есть значок такой. Я в музее ФСБ передала как отличник погранслужбы. Да. Потому что это служба погранвойска, служба ФСБ. Аплодисменты. Спасибо, что вы занимаетесь таким большим делом. Хочу пожелать вам успехов и в учебе, и выбрать свой главный и правильный путь в жизни. Вы все большие молодцы. И вашим педагогам огромное спасибо за то, что вы сделали. Аплодисменты. Аплодисменты. И наши ребята, ветераны, афганцы, вышли с предложениями, они эту же акцию притворили в жизнь. Та школа, которую закончил погибший воин-интернационалист в Красноярске, имеет мемориальный знак. Ваша школа тоже такой знак имеет. Вашу школу закончил Миша. И в этом году я решила, что вот этот мемориальный знак, это, конечно, хорошо, но в основном ребята, которые ушли воевать в Афганистан и не вернулись, они прожили очень короткую жизнь. Не успели многие солдаты, не успели, это офицеры, у них уже семья, у кого-то дети были. А молодые ребята, которые ушли служить простыми рядовыми солдатами, они и пожить не успели. И не семью завести, и радоваться жизни у них было очень мало времени. Поэтому я вот подумала и вышла с предложением, и мне сад имени Крутовского пошел навстречу. Выделяют бесплатно саженцы, и я стараюсь, чтобы в каждой школе, в которой есть такой мемориальный знак, в памяти погибшего афганца, чтобы каждая школа посадила в память об этом боине, да, дерево, которое бы символизировало жизнь. Вот он молодой ушел, но вот жизнь его продолжается вот в этом дереве. Мы сегодня посадим два дерева, одно дерево в память Миши, а другое в память тех ребят, красноярцев, которые погибли в Афганистане. Прежде чем мы сейчас закончим... Соня, пожалуйста, Даша, пожалуйста. Нас надо дать Юрию Васильевичу, а? Можно покажите. А вот, вот. Юрий Васильевич, можно сказать, как земля к земляку. Я в Тесуле, в Кемеровской области, летчик-космонавт Леонов, генерал. И сегодня мы в Красноярске, в этом скромном музее 14 общественных формирований. Пограничники, десантники, афганцы, прочие узники малолетних фашистских лагерей, все представительства здесь. Пожелаем здоровья. И казачество создается здесь, наша Енисейская. Вам категорический привет и уважение. Видео мы выставим по интернету, через Юрию Васильевичу, по всем каналам. Я Леонову передам. Мы предлагаем сейчас фотографию общую сделать. Как в ночь, Виктор Ильич, команду тебе? Так, ну, первую сделаем здесь в пае. Второй день в пае, ребята, выйдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, немножечко щелочку дайте нам. Сань, так подожди. Кто там фотографирует? Вот. Пока мы. Юрий Васильевич, лицо видать? Так, на меня чуть гляньте. Вот так. Ну, Юрий Васильевич, тоже чуть-чуть. Сейчас еще. Пожалуйста. Мне Александр, Мишина саженец. Я посажу его сама. Можно так, ну, специально. Давайте, ну, развернусь. Вот сюда, Марина. Отойди, Марина. От 30-й штукой. Нет, я туда. А папа, я не выпу. Нет, тогда осторожно. Вместе спотчиваем. Ну, нормально. Да, 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 руками прям не хватило. Сейчас они польют. Сейчас все свои, короче. Оля, возьми телефон, а? Чтобы она сразу подхватилась. У меня, кстати, рука очень легкая. Короче, у меня все растерто. Я тебя не буду брызать. Да, подожди, я сейчас организую. Я сейчас буду каждый раз в круг принесить, посмотреть, как эти деревья растут. Только фотографии никому не давайте. А то же нас скажут в огородье в святнику. Можешь посадить, а то где-то сажаешь деревья. Ладно. Я надо вытащить, вообще, бывало. Я сюда буду, потому что плохо. Чуть-чуть на меня поверните. Вы, 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 стоите. Она, где, как сказали, только у нее глаза. Вообще, ну. Я вас хотел, чтобы вы вместе. Ага, давайте. Пригласите его к себе. Сашел, как мы просто рядом с нами. Мы тоже будем дерево придерживать. Да, да, да. Мы тоже будем дерево придерживать. Вот. Вырасти. Обязано вырасти. Дело такое хорошее, поэтому оно должно вырасти. Ребята поливать будут почаще его. Вот первое время осудинно. Надо завтра полить его. Нет, воды налили. И о, немножко ведру. А вот еще елочка рядом, да? Может и приживется. Может они вместе сживутся. Может. Все. Молодцы. Это мы садили в эту аллейку память с нашими кирпами. Мы только не снасовем. Ага. Молодцы. Правильно. Там куда еще есть? О, сейчас. Милан Александрович, а вы снимаете? Так. Милан Александрович, а вы снимаете? О, внимание. Все, их разыскивает милиция. Милиция здесь? Отложилась. И газеты, и потом все вот эти... Вот это документальные сверки, это все правда. Ты поэтому вспоминал это все. А когда там человек на СОВК, отчего ли тех, кто там не был, вчера одного зам, главы администрации, сидел, заговаривал, он говорит, я тоже на Даманском был, я там где, а где на Даманском был, расскажи, когда все. А как я, кем ты был? Да я на корабле там плавал. Каких вкусных помех? И мы его, значит, допытали до того, что он создался, не было там вот на Даманском, ничего он там, не видел его близко. Самое ближайшее расстояние, на котором он был, 240 километров. Там водичкой надо по метру. Вот, ну, надо вас. По мерам Дальнего Востока. Так по мерам Дальнего Востока. А то мы можем еще и поколать, если будешь на себя везти. Так, по мерам Дальнего Востока, по меркам. 200 километров это... Нет, а эта мерка кровью написана. Дело в том, что знаете, как... Если он говорит, что там мерить, тайгу сажал там, ну, это ладно. Вот, потому что когда я на Даманском воевал, а он там не был... Здесь полейка есть. Нет, я понимаю, я сам в Афганистане был. Вчера в УВД было, да? Есть, все, завтра. Ну, что, все? Все, поехали. Все, доброго. Удачи, здоровья. Если будет трудно, приходите к нам в гости, с деревьями. А то у меня на дороге прям одна тропа. Жени, давай на дачу. Ангелы-хранителя вам дорогу по казачьему обычному. Думаю, 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 д